Привет! Сегодня у нас не какая-нибудь экзотика, ни Гималайи, ни Альпы, ни что-нибудь попало, а родные Карпаты. Мы идем на Гаверлу, вон она у меня за спиной, и следующие три дня мы будем идти к ней. Правда, начнем не здесь, это было бы слишком просто, а вон там, за Петросом, из поселка Квасы. Смотрите внимательно и подписывайтесь на канал! Кстати, в этот поход со мной пошли мои дети, и чтобы уделить им больше времени, я стал замыкающим, а руководство группой доверило другому инструктору. Володь, чуть сбавляй. Понял. Да, поначалу было очень жарко, шлось тяжело, и приходилось раз за разом корректировать скорость группы. У тебя тяжелый рюкзак? Нет. Сколько? Сколько весит? Это что? Это бомбас. Ну вот сверху, сверху, чтобы оно обнимало, да. Я только что фоткала, ну вот это. Сейчас мы посмотрим. Так много деревьев. А, деревья фоткала, я понял. Они такие выходят? Угу. К счастью, вскоре небо чуть затянуло, и идти стало легче. Да и показались кое-какие виды. Бывает в походах такой переломный момент, вот когда полз, полз, ничего не понятно, и вдруг бах, и один вот такой вид оправдывает весь поток, всю кровь, которую ты там провел где-то внизу, на дурном невнятном подъеме. Хоть мы и двигались не очень быстро, и часто приваливались, но все равно, мы таки добрались до обеда. А ты прицепил эту камеру? Да, я прикрутил ее. Открути, открути. Вот так, смотри. Раз. От обеда до места ночлега мы дошли всего за два часа. Миновав так называемый биофтационар, мы вышли на траверс горы Шешу и разбили лагерь в специально отведенном для этого месте. Три часа ночи, наш веселый лагерь снова не спит. Нас украли несколько рюкзаков. В нескольких палатах сорвали угол, вытащили рюкзаки, один рюкзак уже мы нашли. Тут сейчас бег, собственно, что происходит? Мы бегаем по округе и ищем рюкзаки. Скорее всего, их далеко не унесли, где-то кинули тут по пути, выпущив деньги. Давно я не был в Карпатах. На траве сейчас мощнейшая роса, все невероятно мокрое. И поэтому я хожу в тапочках, закатал штаны. Собственно, я вот сейчас иду, рассказываю вам про мокрые тапочки, а сам думаю, что же дальше. А дальше было вполне обычное утро. И, как оказалось, дети проспали большую часть наших ночных приключений. Сегодня ночью я вам немножко недорассказал. Мы нашли такой рюкзак, последний, третий, тот, который был украден. Нашелся совсем неподалеку, в 10 метрах буквально от палатки. Выпотрошенный. Все перевернуто, все рассыпано. Но ничего не пропало. То есть, реально мы отделались легким испугом. У соседей украли кошелек и мобилку. У наших, по сути, что-то ничего не взяли. Со всеми этими поисками, волнениями мы пробегали с полтора, с трех до полпятого получается. Поросе, промокли ноги. Но это потом очень крепко и сладко спалось после всех этих переживаний. Ну что, в походе классно? Да? Да. Красотища! Да, красотища, конечно. Но рюкзак можно было бы как-нибудь и полегче спаковать. Дело в том, что я нес вещи из-за троих. Три спальника, три коврика, трехместная палатка. Ну и все такое. Так, вот мы уже вылезли на перемычку. Шешел, да. И вот то, что сейчас видно. Вот это вот Петрас. Вот тут краешек такая вот тысячка маленькая. Это Гаверла. И там вот это вот Поп-Иван Черногорский. Обсерватория видна даже. А вот там видна эта близница. Хребец-свидовец. И вот здесь вот горнолыжный курорт Драгобрат. Тут как-то очень красиво. Посмотрите. Овечки внизу. Видишь, и лошадки и голубы. Между прочим, это 28 мая. Вокруг куча зелени, птички, цветочки. Но и снег тоже можно найти. Мы пришли к перемычке. И пойдем сейчас кинем рюкзаки. И налегке пойдем в радиалочку. Вон там вот наверху. Причем вершину мы сейчас не видим. Она где-то еще дальше там, за перегибом прячется. Это мы уже пошли в радиалку. Там в начале стояла табличка, что до вершины всего час 15. Вот час 15-20. Хорошо, в 15-15 мы прошли табличку. Давайте посмотрим, за сколько мы ее на самом деле поднимемся. Судя по приборам, нужно набрать 450 метров. Ну вы побежали. Ну спортсмены. Так, и роза руку держишь. Энергия тоже. Конечно. Ну что, мы молодцы. Встретили только что нашу же шестидневную группу. Ребята спускаются с Петрова в рюкзаками. В радиалочку-то. А они с полной выкладкой. Не могу сказать, что это было так уж легко, но мы действительно поднялись на Петро за час 15. На близнеца похоже трава горит. Дым идет. А у нас тут Вова огонь добывает. Не, не огонь. 6-20. И мы отпустились. Впуск оказался намного сложнее. Я вел Керю за руку. Не, 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 на землю не клади. Терпай. Вчера мы мало загулялись. Я имею ввиду, у нас был поздний ужин. Не так уж рано легли спать. Поэтому сегодня попозже встали. Была такая возможность. Нам немного осталось до финиша. Поэтому подъем был только в 8 утра. Сейчас в 11 мы вышли на тропу. Буквально минуту назад была видна вершина Гаверлы. Скоро она снова вернется. Пока что за спиной вот у меня там Петрос шевелится. И сказочки, сказочки. Вон она, вершина Гаверлы. Якобы мы туда за 2 часа дойдем. Краткая диспозиция. Мы ночевали вот там внизу в углекопункте. Сейчас поднялись по тропинке на седловину. Тут рядом очередное укрытие. Мы тут отдохнули, пофоткались. И сейчас по греблю поднимаемся на Гаверлу. Потом будем спускаться в ту сторону приблизительно. И, кстати, у меня прикольная указочка. Народ там вправдает на вершине. А мы будем вправдывать чуть ниже. Тут от ветра надо спрятаться. На вершине Гаверлы, как всегда, было невероятно много людей. Тем не менее, нам удалось найти спокойную полянку, защищенную и от ветра, и от толпы. Мы там спокойно пообедали, отдохнули. Сфоткались на вершине. И потихонечку начали спускаться. Ну, наконец-то мы достигли зоны леса. Закончились камни, закончились кусты. Правда, насчет того, что камни закончились, это условно. Потому что под ногами по-прежнему легкий хаос, но скрепленный корнями деревьев. Так что пока движемся нормально. Спуск с вершины Гаверлы занял примерно 3 часа. И дети, и вросы невероятно устали, и искренне радовались, когда мы добрались на Заросляк к нашему микроавтобусу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова